Доброе утро, Анатолий Владимирович. Игорь Владимирович, спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. Как ваше настроение? Отличное пятничное рабочее настроение, потому что вечером у нас спектакль, мы готовы, поэтому настроение очень хорошее. Ждем встречи со зрителем, как всегда. Сейчас на репетицию и вечером спектакль ждем. Кстати, сегодня у нас Николай Васильевич Гуголь, ревизор. Приходите, будете, в общем-то, приятно удивлены, посмотрев нашего ревизора. Сегодня, кстати, день пельменей. Как вы относитесь к этому блюду? Положительно. Как к блюду. Как к вкусной еде. Очень вкусной, потому что, ну, пельмени, по-моему, только дурак не любят. Очень вкусно. Когда состоится премьера пьесы «За двумя зайцами», почему выбор пал именно на нее? Премьеру мы делаем 4-5-6 марта. Как всегда, это традиция уже русского драматического театра дарить на 8 марта, к женскому дню, подарок от русского театра всем женщинам города «За двумя зайцами». Ну, пьеса была давно, в принципе, выбрана. Она лежала у нас на полке, все, руки не доходили. А вот сейчас наш художественный руководитель театра Анатолий Владимирович Петриченко взялся за нее, ну, еще не поставил, еще в процессе доработки. Ну да, еще мучаюсь. Еще в процессе доработки это все. Ну, надеемся, что опять приятно удивим наш город, наших женщин. Вот постановка Анатолия Владимировича «За двумя зайцами». Пьеса, мне кажется, до сих пор актуальна. Это же классика в любом случае. Выборы, деньги, красота, образование, любовь. Быть или не быть. Быть или не быть. Или денег иметь, и жить бессовестно, или быть нищим, на совести оставаться, как, в принципе, и в наше время. Тоже все к тому и сводится, когда люди стоят перед выбором и не знают, как им определиться. Мне кажется, надо прислушиваться к себе, совесть у тебя есть, к Богу, и от этого уже отталкиваться, а не стремиться быть похожим, быть лучше всех, выделиться чем-то, может быть, даже и совершенно ненужным. Одеждой или так называемым образованием, хотя только по верхушкам наскакались, там чего-то набрались и строят из себя образованных умных людей. Самое страшное, когда глупый человек считает себя умным. В принципе, все это в пьесе есть. Есть о чем поговорить со зрителю и зрителю и посмеяться, и подумать, есть о чем в этой пьесе. Хорошая пьеса. Вы впервые режиссируете взрослые спектакли? Ну так вот официально впервые. Так до этого Игорь Владимировичу помогал в взрослых спектаклях, на студии мы ставили спектакли. А так официально уже, да, это моя первая такая самостоятельная, можно сказать, постановка. Но я все равно как директору, бывшему художественному руководителю, режиссеру Игорь Владимировичу всегда обращаюсь. Вот тупик, он помогает мне с радостью, слава богу, что он есть у меня. Потому что одно дело сказки ставить, это немножко другой, другая работа, другой процесс и взрослый спектакль. Здесь вдруг чувствуешь, что куда-то в сказочность ушел или еще что-то, я же привык сказки делать. Скажи, что сказочный контрюль Владимирович великолепный, его сказки. В этом и проблема, что я что-то делал, потом смотрю, я же не взрослый спектакль ставлю, я сказку какую-то ставлю, приходится ломать себя из-за этого. Слава богу, что я это замечаю, меня уже это радует. Получится, я думаю, что получится. Уже смешно, да, в названии пьесы даже заложена уже интрига, уже конфликт за двумя зайцами. То есть хочет и, и... Но ни рыбку съесть не получилось, вообще ничего не получилось, потому что, потому что вот на... и так далее. Очень много пословиц на эту тему есть, что... Мне кажется, и сказочность, которая, вот о которой говорит Анатолий Владимирович, она тоже присуща. Потому что ситуация, ну, очень такая сказочная. Ну да, ситуация. Ситуация, и делается немножко нарочито, специально, прям вот саппар, там вот режиссер прям делает музыку, останавливает герои спектакля. То есть вот, то есть мы показываем, что мы разыгрываем, что мы вот играем эту ситуацию и все. Конечно, в натурализме этого не будет. Это все равно театр, это все равно выдуманная история. Мне кажется, у Антонии Владимировича... Все равно хочется, чтобы какая-то серьезность оставалась, а при этом зацепила зрителя. Серьезность в том, что вот я буду смотреть и говорить, что я вот так не буду поступать, как этот Голохвастов, потому что оно слишком смешно выглядит, слишком противно он, вот, по поступке его. Вот наша задача, показать жизнь так, чтобы каждый выбрал, я хочу идти вот такой дорогой, чистой, по совести, а не вот так быть там крохобором, быть там изменником Родины и так далее. Вот, мне кажется, наша задача так. Но рассказывать эти истории интересно, чтобы зрителю было интересно. Но не просто посмотрел, вышел и ничего не вынес, а вот посмотрел, там, я не знаю, посмеялся, погрустил. Ну, в общем, я хочу сказать, что пьеса выбрана, мне кажется, вовремя, она актуальна, она о том, что такое хорошо и что такое плохо. И вот зрители должны вынести оттуда, что так нельзя, вот так, ну, по-моему, это наша задача, мы с ней хорошо справляемся. А какой возрастной категории наиболее будет актуально посмотреть эту пьесу, как вы считаете? Мне кажется, всем. Да, 12, кто уже соображает в чувствах, во взаимоотношениях, во всех этих перипетиях. Ну, конечно, пятилетний, шестилетний, ему все равно, он будет смеяться, как они там падают, как они там бегают, как они там. Но суть, конечно, не поймут. Ну, лет с 12 уже начинают понимать, что такое. Ну, я фильм посмотрел около того, где-то в 10-12 лет я все понял. Потрясающий фильм был, да. Порисович Олегом Борисовым еще старенький фильм. Он и сейчас смотрится хорошо, поэтому мы думаем, что эта тема хитрости, алчности, она никуда не делась, она актуальна до сих пор и будет актуальна еще очень долго. Какими спектаклями собираетесь закрывать театральный сезон и открывать осень? Вот здесь очень сложно, понимаете, потому что вот эта фантемия, она все планы наши рушит. Вот мы хотели пригласить режиссера, чтобы он нам поставил спектакль. Давно уже ждем его. У нас в планах была женитьба Гоголя, вот не получать. Теперь вот Пигмалион хотим с Олегом Александровичем Белинским сделать. Ну, не получается, вот нет, границы закрыты там и все остальное. Поэтому я уже зарекаюсь, Даша, загадывать наперед, потому что вот сидя вот в этой студии, я тоже зарекался, мы там Белинского пригласим. И не получается. Видимо, там наверху в небесной канцелярии, говорит, что-то там. Пандемия. Да, у всех пандемия, а ты там. Ну, хочется, хочется. В этом году 125 лет Мухтару Ауэзову, нашему казахскому писателю. Вот, и мы хотели сделать спектакль как бы вот в память этому великому писателю. Хотим, ну вот опять, опять говорю, хотим сделать. Это будет или Каракос, или Янлик Кебек, вот его пьеса очень интересная. Ну, хотим как бы дань памяти сделать Мухтару Ауэзову. Это, наверное, будет на закрытие сезона, а на открытие все-таки надеемся, что немножко все сгладится. И мы хотим сделать пигмалионом Бернарда Шоу в постановке Олега Александровича Белинского. Ну, опять же, пожалуйста, разрешение, чтобы все у нас получилось. Загадывать очень сложно, Даша, потому что, ну, вот наш... Вот мы бы хотели поехать, например, на гастроли. Нас очень ждут в Байконуре, нас просто заждались там, уже года три были. Ну, да, два года пандемии, и до этого мы не... Вот поэтому мы хотели бы поехать. Ну, как вот ехать, если закрыто, и вот эта неопределенность стоит. Мы хотели бы на фестивале ездить, нас ждут, у нас есть приглашение. Но, опять же, очень сложно с этими ПЦРами, с этими... Хотя у нас весь театр вакцинирован, ревакцинирован, как бы... А вот выезжаешь куда-то, начинаются ПЦР-тесты, там, здесь нужно быстро сдать туда. Это такая нервотрепка. Потом самое главное, что вот эти ограничения в зале. И у нас, и в других городах Казахстана, да и в России это все продолжается. Ограничения. Если мы выезжаем на гастроли, у нас должен быть полный зал. И у нас всегда, в принципе, полный зал на гастроли. А сейчас ограничения. 30% в сополняемость зала. Ну, как ехать? Это же в ущерб, в убыток. Такие затраты на дорогу, на проживание, на питание. А возврата нет. Зачем тогда ездить? Зачем в убыток и гонять театр? Вот много очень, много... Много хочу и много нельзя. Если бы наши, как когда-то в фильме, если бы наши желания совпадали с нашими возможностями, вот тогда это была бы жизнь, а не спасла. Да, Анатолий Владимирович? Конечно. Давай скажи что-нибудь. Да, Анатолий Владимирович, как собираетесь радовать в ближайшее время маленьких зрителей? Точнее, чем? Какими спектаклями, пьесами? Ну, вот у меня в плане стоит «Клубничное королевство» замечательного драматурга Зимина. Мы по его повести уже сделали... Ой, по пьесе сделали. «Жила-была сыроежка», сказка о грибах, а теперь сказка о ягодах. Такая вот тоже лесная сказка. Дети нравятся. Вот не буквально люди-персонажи, а вот именно такие персонажи необычные. Грибы, ягоды, где-то звери. Вот этим постараемся обрадовать наших маленьких зрителей, нашими ягодками. А как вы выбираете вообще пьесы? Чем вы руководствуетесь при выборе? Ну, в первую очередь, должно самому мне понравиться. Потому что если мне не нравится, как я могу это делать с нежеланием? Ну, ресурс должен увидеть, как это будет выглядеть, как это вот, и о чем, и как. Если душа не лежит, конечно, нельзя. Это в первую очередь. А потом уже смотришь, как это с художником, ну и так далее, там много своих мюансов. Ну, распределение ролей. Распределение и так далее. Если у тебя нету этих ягодок. Вот, например, в «Клубничное королевство» там только две мужские роли, все остальные женщины, девушки, актрисы, ягодки. А у нас как раз актрис много. А это, да, проблема многих театров. Мужчин, актеров меньше, чем девушек, актрис, женщин. Поэтому так сказка еще и сыграла на то, чтобы были заняты актрисы наши побольше, чем парни. Ну и яркая, красочная сказка. Пробировано, что вот эти вот лесные герои, они очень нравятся детям. Жила была «Сыроежка», она очень хорошо идет у нас в театре. Да, уже мы ее, по-моему, третий раз восстанавливали. До меня ее делали, при мне ее восстанавливали, и я еще ее сделал. Я больше скажу. Я в 80-м году пришел, вот, и первая моя сказка была «Это сыроежка», где я играл вот этого рыжика. Единственный мужчина. Когда-то Жанна Алексеевна Тарасенко была у нас здесь такая, очень умная, журналист. Она сказала, она написала статью и про эту сказку. И написала, пробрался, а прокрался все-таки один мужчина на сцену. Но хорошо пробрался. Вот мне это запомнилось. Этой сказке уже на нашей сцене 42 года. Тридцать, три или четыре, четыре раза мы ее восстанавливали, и вот она все идет, идет, идет. Так что она долго будет жить. Хорошая сказка. Какие еще мероприятия планируются в этом году, помимо спектаклей, пьесы? Ну, все славянские мероприятия, то, что проводит Славянский культурный центр во главе с Натальей Сергеевной Романовой, мы вместе, как раньше говорили, говорим партия подразумеваем Ленин, так и здесь. Славянский центр, русский театр, это такое неделимое, целое. Поэтому все масленицы, все дни славянской культуры, играй гармонь, русская песня и все остальные со славянским центром. Мы помогаем другим культурным центрам. Русский театр помогает не только славянскому центру. Там обращаются и корейские, и грузинские, и немецкие. В общем, все центры, которые есть, мы сотрудничаем, помогаем, работаем. Конечно, наурыз, это культурные события в нашем городе. Все культурные события тоже не обходятся без актеров или сотрудников Русского драматического театра. Поэтому все, что происходит культурно в городе, мы принимаем активно участие. Огромное спасибо, что поделились такой полезной культурной информацией для наших телезрителей. Ваши пожелания? Приходите в театр, самое главное. Любите театр. Помимо театра, читайте книги. Живите честно, не обманывая никого. В первую очередь, сам себя. Если сам себя обманываешь, то и других. Сам себя как обманешь. Ну, обманывай, что я вот могу. Это попытка обмануть себя. Реально. Я хочу вам, вот поддерживая Анатолия Владимировича, хочу напомнить вам, что Русский драматический театр работает каждую неделю, пятница, суббота, воскресенье. У нас идут спектакли для взрослых в семь часов. Приходите, дорогие друзья. Сегодня ревизор Николаевич Гоголя. Завтра «Звезды на утренем небе». Очень интересный спектакль. послезавтра современнейшая постановка. Вот премьера «Ночь Сократа» Чингиза Айтматова, Мухтара Шаханова. И, конечно же, сказка для детей. Воскресенье, каждое воскресенье в 11 часов. В это воскресенье «Саур» совершенно универсальный робот для детей. Замечательная сказка. Приходите. Пятница, суббота, воскресенье. Русский драматический театр ждет вас у себя. Всегда будем рады. Спасибо большое. Мы тоже ждем вас в гости. Почаще приходите. С удовольствием. Мы всегда к вам приходим с удовольствием, потому что Атрар это наши телевизоры.